Сегодня в Чебоксарах вынесли приговор бывшему главе администрации Мыринско-Пасадского района Юрию Моисееву. На скамью подсудимых он попал еще в 2013 году. Экс-чиновнику выдвинули обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Приговор вынесли в январе. Но сторона защиты подала апелляцию. Что изменилось в ходе повторного рассмотрения дела, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. В зал суда Юрий Моисеев зашел в хорошем расположении духа. Здесь его ждала большая группа поддержки. Знакомые бывшего чиновника приходили едва ли не на все заседания по этому громкому делу. Оглашение приговора затянулось более чем на три часа. Дослушать его стоя, как того требует правило, смог не каждый. Вся история махинаций бывшего главы администрации района и его помощника едва уместилась на 30 печатных листах. После повторного рассмотрения уголовного дела подтвердилось большинство эпизодов. Противоправная деятельность Моисеева и Галочкина была пресечена после того, как предприниматель обратился в правоохранительные органы, поскольку Моисеев требовал от него взятку в размере 4 миллионов рублей за то, что поможет одержать победу в аукционе по продаже земельного участка площадью свыше 16,5 гектаров, расположенного на территории Мариинско-Посадского района, и перевести его в категорию земель, предназначенных для дачного строительства. Помощника Моисеева задержали с поличным, а позже с меченными деньгами арестовали и бывшего главу. Свою вину чиновник не признал, а позже рассказал следователям, что взятку он пытался направить на строительство клуба в одном из сел Мариинско-Посадского района. По всей видимости, отмечают следователи, Моисеев сочинял эти истории ради того, чтобы сократить себе срок. Уголовный кодекс предусматривает более мягкое наказание по статье мошенничества. Однако в суде доводы бывшего чиновника признали неубедительными. Ему назначили приговор в виде 9 лет лишения свободы и штрафа в 60 миллионов рублей. Срок отбывания наказания Моисеева подлежит за счет срок его задержания и содержания под стражей с 16.12.2013 года по 21.10.2015 года. Наказание в виде лишения свободы подлежит отбытию Моисееву Нигалочкину в виде исправительной колонии строгого режима. Но виновным Моисеев себя не признает и по-прежнему называет себя жертвой заговора. Какая моя вина? Как это можно взять взятку 2 миллиона, когда земля, которая стоит 448 тысяч, за 2 миллиона берешь? А за что 2 миллиона-то? Я понимаю, если земля стоит 2 миллиона, ты ее продаешь за 100 тысяч? Вот за 2 миллиона тебе можно дать. Там логики нет. В ближайшее время Моисеев и его адвокаты планируют обжаловать и новый приговор. Дмитрий Ковалев, Республика.